Продолжаем курс лекции по трансформации своей жизни, по трансформации своей реальности, по трансформации своей судьбы. Сегодня поднимем такую тему, как ответственность за свою жизнь. Здесь начнем с того, что необходимо понимать, что каждый человек отвечает сам за свою жизнь. Ранее я это уже неоднократно говорил в каких-либо примерах, но к чему я это говорю? Многие люди живут не своей жизнью и поэтому несчастливы. Они не поймут в чем дело, почему он не может достичь успеха. Вроде даже может быть такое, что на каком-то материальном уровне, на каком-то материальном плане человек приобретает ту или иную вещь, но материальные блага не делают человека счастливее. Я не могу сказать, что без материальных благ человек может быть счастливым. Тут двоякий вопрос, это своего рода инструмент такой, да? То есть если ты хорошо, тепло оделся, ты не замерзнешь, грубо говоря так. Для этого тебе нужны деньги. То же самое здесь. Но счастливее ты от этого не станешь, если ты живешь не своей жизнью. Как сейчас в современном обществе, как построены отношения между мужчиной и женщиной. Это чаще всего какие-то больше финансовые обязательства, да? Мужчина должен работать, зарабатывать. Женщина должна с детьми заниматься. Ну на самом деле никто никому не должен. И отношения, они должны быть взаимными. Должно быть понимание. Тогда будут отношения. А когда пара сходится для того, чтобы избежать каких-то проблем, то есть женщине надо срочно выйти замуж, мужчине нужна домохозяйка, стиралка там, и кухонная рабочая, и все в этом духе, все в этом роде, то рано или поздно такие отношения заканчиваются. Также будет плохой конец у таких отношений, которые с жильем пытаются вопрос решить, да? То есть женщине жить негде, но она думает, что она стерпится, слюбится. Это сейчас перейдет как бы на территорию мужчины, но по протяжению какого-то возраста, чаще всего это, ну когда ребенку, если у них появляется ребенок, ребенку там уже 3-5 лет, то семья распадается, люди расходятся. То же самое мужчина, если он думает, что он может решить вопрос таким образом, что сейчас у женщины, глянь какая она богатая, у нее машина, у нее квартира, холодильник, машинка стиральная, ничего покупать не надо, сейчас я к ней перейду, жить все наладится, ничего не наладится, это будет большой взрыв по итогу, большой взрыв в плане дальнейшего конфликта. По итогу, если у мужчины этого ничего нету, и он думает, что он на халяву проскочит, то он элементарно это просто даже все не подтянет. Поэтому, к чему я это все говорю? Научитесь любить себя, научитесь слышать себя, научитесь вести диалог сам с собой, чтобы вы понимали, что вы хотите, как вы живете, какой жизнью вы живете, и какой жизнью вы хотите жить, и где ваша жизнь? Где ваша жизнь, а где жизнь там ваших родителей, Вашего мужа, жены, брата, сестры И всех остальных Сейчас же очень много таких Кто любит диктовать Как кому жить, понимаете А кто думать головой не хочет Тот и рад стараться Слушать там Коллегу по работе Чаще всего Которая уже лет 50 Мужа похоронила Дети уже Один уже Раза 3 женатый был И другая тоже Два-три раза И она других еще Девчонок или парней помоложе Учит жизни, рассказывает им Как надо жить, что надо сделать для этого И по итогу ничего хорошего С этого не получается Поэтому научитесь Слушать себя Очень простая И элементарная Элементарная в плане простая А очень сильная И мощная практика Это Вы утром рано просыпаетесь Становитесь перед зеркалом Если у вас зеркала нет Купите себе хорошее полотно Желательно, чтобы оно было Во весь рост Становитесь перед зеркалом Обнимите себя И скажите Я себя люблю Я удивительный человек Я заслуживаю Всего самого лучшего Поцелуйте себя Погладьте себя Послушайте себя Скажите, что я тебя Никогда не брошу Потому что Единственное, что у вас есть И кто у вас есть Это вы Сами И Никто Не может Изменить То, что у вас Находится в голове Никто не может Это Не забрать Не дать А для того, чтобы Научиться Слушать себя Для того, чтобы Жить Своей Жизнью Необходимо Войти В диалог С самим С собой Возьмем Элементарную Ситуацию Когда Женщина с Мужчиной Прожили Браки Порядка 15 лет Затем Мужчина Говорит Этой женщине Говорит Я от тебя Ухожу У нее Они Как раз У нее Как раз По этому Моменту Обнаружили Онкологию И Ей уже Нужна Сильная Химиотерапия Вот Она Начинает Проходить Химиотерапию По Итогу Того Как ей Сделали Операцию Мужчина Ушел От нее Человек Сразу Столкнулся С Несколькими Проблемами Да То есть Детей Воспитывать Надо Финансы На Существование Брать Где-то Надо Болезнь Одолевает И Ушел Человек Который Был Рядом На протяжении 15-16 Лет И Человек Остался Сам Собой И Понял Ну В плане Этой Женщины И Она 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 Поняла Что Надо Ценить Себя Надо Любить Себя А не Постоянно Предаваться Кому-то Детям Мужу Родителям До этого Как бы Да До всего Нет Надо Научиться Ценить Себя Любить Себя И тогда Все остальные Будут Вас ценить Они будут С вами Рядом И Будут Вас Понимать То есть Данная Женщина Начала Практиковать Практику Что Она Себя Любит Она У себя Одна Она Себя Ценит И По Итогу По Итогу После Операции Ее Болезнь Зашла В Ремиссию Хотя Врачи В это Не верили Ее Болезнь Зашла В Ремиссию Ее Многие Вопросы Разрешились С тем Чтобы Воспитывать Детей И Дальше Как-то Существовать У нее Оказалось На самом Деле Много Друзей Да То есть Такой Когда Она Оказалась Ситуация Начиная С больничной Койки Заканчивая Там По Работе Где-то То есть Человек Сам Нашел Нашел Баланс С самим С собой Нашел Единение С самим С собой Начал Разговаривать С самим С собой Начал Ценить Сам С себя И Многие Проблемы Многие Вопросы Они Отлегли Естественно Сами С собой К этому Друзья Я вам И говорю Что Необходима Такая Практика Войти В Единение С самим С собой И Тем Самым Вы Даже Если С себя Не Нашли То Вы Можете Себя Найти Ни В коем Случае Не надо Останавливаться И Жить Продолжать Жить Чьей-то Жизнью Для Этого Вчерашнем Своем Видео Я Как раз Таки И Говорил Что Необходимо Вести Дневник Дневник Вам Позволяет Сравнить Себя Вчерашнего С собой Сегодняшним И Поверьте Даже За один День Могут Произойти Колоссальные Изменения И Обязательно Ведите Дневник И записывайте В дневник Все ваши Эмоции Все ваши Чувства Все ваши Мысли Планы Ну и Так же Достижения Которые Вы уже Сделали Какие-то Наметки Я же Вам Говорю Что Обязательно Вопрос Будет Решаться И Вопрос Будет Решаться Вашу Сторон Особенно Если Оно Вам Нужно Что Еще Друзья По Поводу Внутреннего Освободения И Обретения Себя Обязательно Бросьте Все Вредные Привычки Это Я вам Как бы Каждое Видео Говорю Что я вам По этому Поводу Хочу Сказать То есть Если Человек Употребляет Алкоголь Наркотики Сигареты Поверьте Сигареты Это Не Какая То Легкая Форма Баловства Какого То Которая Да Я Вот Сейчас Там Брошу Покурю И брошу Или Я Курю Электронное Поверьте Вот Это Что Все Касается Электронных Айкосы Хирайкосы И Вся Вот Эта Грязь Короче Назовем Ее Так Это Еще Что Может Быть Хуже Чем Обычные Сигареты Потому Что Они Там Образуют Пленочку На Легких Как При Туберкулезе Возникает На Легких Восковая Пленка Да Такая И Легкие Не Выполняют Свою Функцию Полноценную Точно Так же При Употреблении Сигарет Любых Электронные Не Электронные Любые Сигареты Там Вейп И Шмейп И Там Всякая Хрень У Вас Образуется Пленочка Данная Которая Очень Тяжело Уже Избавиться То есть Если мы знаем Что при Туберкулезе Может Помочь Настойка Осковой Моли Принимать Ее Она Разъедает Эту Пленку Волка Можно Съесть Собаку Собачий Жир То есть Тоже На разных Стадиях Но Если Настойка Восковой Моли Сделана Правильно Допустим Как у Меня Да Она Разъедает Эту Пленочку И Человек Избавляется Чаще Всего От Туберкулеза То При Употреблении Всякой Гадости Вы Во-первых Увеличиваете Скорость Скорость Образования Этой Пленки Это Раз То есть Тем Самым Вы Срок Жизни Своей Сокращаете Далее Что Происходит Она Не Просто Пленочка Она Уже Как Стекло Становится И Грубо Говоря То есть Может Дойти До Такой Степени Что Молотком Ударь По Этим Легким Они Рассыпятся Это Реально Так Вам Ерундой Бросайте Курить Какие Были Сигареты Не Были Дорогие Дешевые Бросайте В предыдущих Своих Видео Я Вам Говорил Что Ну Очень Много Мощных Практик Как Бросить Курить И Привел Парочку Из Них Ну Целую Последовательность Да Того И Реально Кто Попробует Он Может Посмеяться Допустим Да Кто Там Бред Какой То Кто Попробует Он Реально Бросит И То же Самое С Алкоголем Употребляя Алкоголь Он Скрашивает Картинку Он Соединяет Там Да Ну Друг Друга Пьющих Но Он Разрушает Как Сигареты Мат Наркотики Алкоголь Вот У каждого Есть Внешняя Оболочка Да У человека Как Вот Эта Внешняя Оболочка Разрушается И У человека Перестает Срабатывать Закон Компенсации Восстановления Организма Точно Так же Разрушается Это Оболочка От Алкоголя Почему Люди За бутылкой Как бы Решают Многие Вопросы Да Потому что Алкоголь Он Во-первых Сглаживает Углы Назовем Это Так Во-вторых Он Картинки Более Яркий Цвет Такой Придает То есть Более Такой Насыщенный Контраст Придает У вас Все У вас Все Лучше Становится Хотя И До Агрессии Недалеко Понимаете Смотря Какая Стадия И Люди За бутылкой Многие Привыкли Решать Вопросы И Так же Забутыльники Это Лучшие Друзья Почему Потому что Когда Вы Пьете Ваш Мозг Поступает Ложная Информация Что Вам Хорошо И То есть Вы Выпивали С тем Или иным Человеком Вам С ним Было Хорошо Да Уже Мозг Запрограммировано И Вы Что То Лучшие Друзья Для Вас С Кем Вы Пили Но По факту Это Не Так И Тем Самым Употребляя Там Алкоголь Наркотики За наркотики Вообще Молчу Ну В принципе Они тоже И картинку Сглаживают Но Только Еще Быстрее Разрушают Вашу Нервную Систему По Поводу Вообще Всего Да Вот Этих Вот Вредных Привычек Вы Когда Питаете Организм Любой Вредной Привычкой Из Выше Перечисленных Плюс Добавим К этому Похоть Просматривание Порнофильмов Всяких Картинок И всего Прочего Ваш Организм Понимает Ваш Мозг Понимает Что у вас Все Хорошо Но Это Ложная Информация И Он Вам Не Дает Дальнейшего Прорыва На Достижение Будущих Успехов То есть Употребляя Алкоголь Употребляя Наркотики Употребляя Сигареты Занимаясь Похотью Вы Никогда Не достигнете Результатов Никаких Может быть Один раз Случайно При Каком-нибудь Допинге Там Сильном Наркотики Да Там Которые Там Добавляет Якобы Увеличивает Способность Вашего Организма Выдерживать Более Сильные Нагрузки Друзья Но это Все Разово Это Настолько Разово Что Знаете Ну Вам проще Быть без Руки Или без Ноги После этого Остаться Чем На это Пойти Потому Что Разрушение Жестко Идет И Вы Посмотрите На любого Человека Почему Видно Алкаша Почему Видно Наркомана Курильщика Видно Курит Человек Или Не Курит Также Видно Как Мужчин Так И Женщин Похотливых С ними Даже Разговаривать Не Надо Но Мне Допустим Достаточно Посмотреть На Женщину Или На Мужчину И Понять Кто Он И Что Он Именно По Вредным Привычкам Ни В коем Случа Я У каждого Есть Возможность Но Разрушается Личность Как Моральная Так И Физическая Понимаете Идет Деградация На Генном Уровне То есть Нормальных Детей С Нормальным Мышлением У вас Уже Не Будет Поэтому Друзья Почему Человек Начинает Вообще Пить Курить Наркоманить Это Незалеченные Раны Вашего Детства Чаще Всего Они Перерастают Во Взрослые Ошибки В Такие Как Жизнь С Нелюбимыми Людьми С Нелюбимыми Мужчинами С Нелюбимыми Женщинами И Все В этом Роде Все В этом Духе Даю Если Вы Начнете Вот Эти Вот Видео Которые Идут Ежедневно И вы Их Просмотрите То Вы Совершенно Сможете Изменить Свою Реальность Трансформировать Себя Вы Себя Не Узнаете Не Говоря О Личных Проработках О Личных Консультациях Кому Это Действительно Интересно То На самом Деле Человек Начинает Болеть Я Уже Говорил Что О Каких Невысказанных Чувствах Либо У него Что Не Получается Употреблять Далее Он В это Себе Копит 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 Далее Он Начинает Употреблять Там Наркотики Алкоголь Сигареты Само Собой Это Не Просто Вредная Привычка Это Знаете Как На Свеже Порезанную Рану Налить Перекись Водорода Да Вы Видите Как Там Происходит Реакция Очищения И Вы Это Смотрите Да Когда На Эту Рану Вам Уже Легче Становится Когда Уже Пошел Этот Процесс То Если Вы Просто Там На Рану Воды Нальете У Вас Не Будет Такого Ощущения А Допустим Вы Перекиси Водорода Налили На Рану И Она Вот Все Зашипела Там Заиграла Все Кайф Сейчас Все Выздоровит То же Самое Это Разово Все Это Не Работает Поэтому Друзья Всем Здоровья Всем Удачи В Описании Ссылки На Магазин Спасибо За Донаты Ваши В В одном Из Видео Я Говорил Куда На Что Я Собираю Что Хочу Сделать И Естественно Для Всех Желающих Кто Хочет Поддержать Ссылка На Донаты Тоже Внизу На Карту Поэтому Друзья Всех Обнял Всем Пока Занимайтесь Собою И Помните И Помни Что Ты У Себя Один Ты У Себя Одна Прямо Сейчас Подойди Зеркалу И Скажи Что Я Себя Люблю Зеркалу Зеркалу